Заведующая библиотекой Василиса Пометкова отметила, что стало уже доброй традицией в день годовщины открытия библиотеки подводить итоги уходящего года. Главным результатом торжественного мероприятия является чествование лучших читателей. В этот день они в торжественной обстановке награждаются дипломами примарии муниципи Камрад и ценным подарком – книгой. В этом году, в 2014 году, тоже выявлены самые лучшие читатели. Их 25 читателей. Они самые активные. Они приходят постоянно в библиотеку. Они читают книги. Они вовремя возвращают. И не только книги, но и журналы. Они интересуются всей жизнью библиотеки. Книга – добрый друг. С книгой надо дружить. Читая книги, можешь получить особые, ни с чем не сравнимые впечатления, какими очень хочется с кем-то поделиться. Именно такие отзывы звучали из уст детей, объявленных лучшими читателями Камрадской детской библиотеки. Последняя книга, которую я прочитала на молдавском языке, называется «Копилария». Там рассказывается про детей, рассказывается про разных детей, которые делали смешные дела. И она очень веселая. Самое любимое у меня, когда я прочитал в 6 лет, это «Сказки Пушкина». Там они есть и юмористические, и стихи есть. Самое интересное было «Денискины рассказы». Там рассказывается, как «Дениска» был капитаном корабля. Когда он хотел иметь грушу, но ему папа подумал, что это, которое кушает, надо кушать. А он хотел боксерскую. Начальник отдела социального обеспечения примарии муниципи Камрад Елена Исахар на торжестве лучшим читателям вручила дипломы и книги. Я вам от всей души желаю успехов во всех ваших начинаниях, чтобы вы продолжали также читать, чаще встречаться в кругу своих друзей-читателей. И огромную признательность хочу выразить работникам библиотеки за их нелёгкий труд, за то, что они продолжают хранить те знания, накопленные веками. И для всех жаждущих, и всегда дверь библиотеки открыта для всех жаждущих читателей. На мероприятии награждённые дипломами читателей библиотеки прочитали свои любимые стихи, в которых воспевается значение книги в жизни человека. Стихи прозвучали на русском, гагаузском, молдавском и болгарском языках.